Ну-ка, что пусть говорят? Да, что я буду их, как я их буду наказывать? Которые тебя плохо на тебя говорят, да? Да. Ну, я думаю, что им языки Господь завяжет. Что их Господь управит, правда? За зло их, да? Вот. 84 года, 83 года, вот так выглядеть, да? Ой, ну-ка, сейчас я тебе вот такую шляпу одену. Их бесит, что у меня такая красивая мама. Вот, их прямо, они издеваются над моей мамой. Вот, прям беснуются, это хейтеры эти. Дурейтеры. Нафиг они нам нужны на наших страницах, вот так разобраться. Вы понимаете, приходят, гадят, вот, да? Вот говорят, что зря на меня, говорят, на тебя, да? Что мы больные, что мы дуры, что мы не такие какие-то. Вот какие мы не такие? Вот, покрутись, покажись-то им со всех сторон. Пусть они тебя посмотрят, какая-то у меня звезда. Мам, повернись. Ну, какие же мы некрасивые. Ну, какие же мы некрасивые. И какие же мы глупые, они говорят. Какие мы дурные, тупые, страшные, вообще, не знаю, что ли нам говорят, да? Они вообще бессовестные. Да, да, да. А я все время думала, что я нормальная. А ты и есть нормальная. Ты прекрасная, мам. Ты красавица. Ты звезда. Посмотрите, у тебя глаза. Посмотрите, когда вот улыбка, какой тебе взгляд искристый. Ты вот посмотри, потом ты это видео посмотришь. Они завидуют мне, что у меня такая мать, такая у меня красавица мама. Вот такая мамуля у меня. А папуля какой у меня звезда был, правда? А папуля какой звездочка, правда у нас, мам? Да? Да. Ну, ты уже показывала Витю портрет. Ты им показывала. Вообще больше хороших людей. Больше таких людей замечательных, правда? Как-то к нам приходят хорошие люди в жизнь. Вот мама у меня бизнесом занималась, на рынке торговала, да? К маме подходили, хорошие люди. Мама приходила с работы, помнишь, да? Вот. Общалась. Зависть была даже у соседей по торговле. Даже бесились. Говорят, хорошенькие, все к вам идут. Вот, ага, там обещала и глаза мне выколоть соседкой, и облить меня кислотой обещала за эти дела. Что я вот, что люди меня любят. Помнишь, Люда Лащенко стояла с нами? Костюмами торговала, спортивными. Что я к дежурному по рынку ходила. Он говорит, будьте осторожны, у него, наверное, не все дома, он сказал. Помнишь? Вот. А начиналась-то наша история дружбы хорошо с ней. Заревнувала меня к своему Брониславу, к мужу. У меня такой красавец, Вадик мой, да? Какой там Бронислав? Ну, красивый мужчина, но рядом с моим Рэмбо, я не знаю, все мужики отдыхали. У меня такой муж красавец. Я замуж вышла за бодибилдера. Самый красивый парень Брянска был. Вот это мой Вадим. Он такой вот, понимаете? Поэтому, ребята, все заткните свои ротики на замочки. Купите себе красивые бантики и завяжите на бантики свои ротики. Правда? И не трогайте нас. Правда, мам? Вот. И скажи, что ты хочешь всем хорошим людям сказать? Хорошим, которые приходят в нашу жизнь. Хорошим людям. Да. Всего самого доброго, хорошего. Чтобы у них все в жизни было на высоте. Умничка. Брависсимо. Красавица, звезда. Мамочка, миленькая ты моя. Как же ты не стала актрисой? Ну, наверное, ты понимаешь, недавно было быть там актрисой, но ты в жизни украшением была. Брянска, бежица, я не знаю вообще. Такой женщины красивой нету в Брянске во всем. Понимаете, как моя мамуля. Это звезда. Батюшка, папочка мой говорит, как увидел, пропал. Правда, я представляю, как Витечка пропал. Сейчас Витечка с неба, наверное, смотрит на нас, скажет, что и мои девочки. Какие вы умницы. Правда, мам? Я прямо вижу, как папа улыбается. Вот как он улыбается, глядя на нас. Какой он у нас умничка сам. Не любит он нас видит. Я думаю, что видят. Я молюсь за него. Сегодня помолилась, вот Луки Крымского день сегодня. Почитала за здравие, за упокой. За здравие за наше, за упокой умерших наших. Попросила Господа, чтобы им там помянули их цветы в Царстве Божьем. Вот. И Алексея Александровича врача мы его помянули, чтобы, да? Алешеньку нашего, да? Я его первым делом поминаю, Алексея Александровича. Папочку Алексея Александровича первые. Это люди в моей жизни. Номер один. Гайдукова Алексея Александровича, да? Я всегда вспоминаю врача нашего, моего врача. Который мне операцию делал в мои 16 лет. Царство ему небесное. Красавец мужчина был. Помнишь, мама, приехали мы, да? В Красноярск прилетели. Прилетели мы на самолете. Мы летели на Иле, да? На Ил мы летели. Самолет был мощнейший такой. Ой, красота. Я первый раз, помню, летела. Это Красноярск перелет был наш, да? Вот. Зашли и такой красавец, Гайдуков Алексей Александрович. Хирург, врач. Ой, красавец был, да, мама? Я прямо, мы влюбились в него с мамой. Вот вдвоем. Мама говорит, Лен, какой врач красивый. И я вот говорю, я ему так доверяла. Прямо всю свою жизнь доверила. Как отцу родному, понимаете? Как отцу небесному. Я даже Богу молилась в лифте, когда меня на операцию везли. Я говорю, сколько буду жить, столько буду помнить. И всю жизнь буду поминать, вспоминать и молиться о нем. Вот. Вот так вот. Вот такие вот дела. Вот. Вот мамулечке моей досталась в жизни. Мамулечка моя столкнулась с трудностями. Выставила все трудности, выдержала. Вот. Лечила меня, учила меня. Вот от нее у меня любовь к журналистике, от папы. Папа у меня хорошо писал. Мама хорошо писала. У меня папа был борец за правду. Такой прямо, прямо стильный борец. Такой боец. Боец, коммунист настоящий был. Вот. Мамуля меня учила писать. Читала мне газету, литературу. Но каждый вечер, помнишь, мы спать ложились, да? Ты приходила ко мне, читала. Мне, Леночка, давай ты засыпай, я тебя буду читать, да? Я уже взрослая, уже такая школьница была, да? Мы с тобой статьи обсуждали, помнишь, да? Вот. Господи, мам, ты меня прямо вырастила, из меня журналиста. Я на корифеях росла. На Чуковской, на Богате я выросла. На журналистах, на корифеях журналистики. В литературной газете они печатались. Помнишь, да? Чуковская, потом Богат. Кто еще там был? Вот. Какие известные были журналисты, вспомни. Писали вот все. Вот эти фамилии я помню. Евгений Богат был такой. Вот. Ну, это вообще, вот, международную панораму мы смотрели. Помнишь, с тобой? Как мы ждали, да? Колесниченко, Томас был Колесниченко. Ох, нравился он нам. Красивый был, да? С вами был Томас, политический обозреватель. Томас Колесниченко, да? Помнишь, красивый мужчина какой? Вот. У меня даже фотографии есть. Мама говорит, ой, Лен, ты на Томаса Колесниченко похожа. Прямо дочка его. Помнишь, у меня фотография такая есть в альбоме? Ой, говоришь, такая красивая. Прямо на Томаса Колесниченко похожа. Ну, вот, вы видите, вот эта красавица, вот эта моя родительница. Говорят, в кого ты такая? Разве я могу быть иной вот такой матери? Вот, понимаете? Говорят, от осинки не родятся, от апельсинки. Или яблоко от яблоньки недалеко катятся. Вот. Не укатилась от своей мамочки далеко. Вот эта звезда моя. Вот она. Гляньте, какая королева у меня красоты, мамуля. В общем, мам, пойдем с тобой на улицу прогуляемся, подышим воздухом. Не судите мою маму. Я берегу свою маму от коронавируса. Выполняли все предназначения. На улицу не ходили, да? Дома сидели. Мама ослабла, конечно. Очень тяжело ей гулять. Ничего, она расходится. Мам, расходишься ж, правда? Будем ходить, да? Двигаться. Старайся, давай. Чтобы ты была опять боевая такая у меня, шустренькая такая, как ты всю жизнь была у меня, да? Какая ты умница. Смотри, какие у нас цветы. Мама у меня собиралась умирать. Я говорю, нет, умирать ты не собирайся. Она все на поминки деньги отклала. Я все деньги потратила, ребят. Вот покупала цветы, украшала дом. Мамуля сейчас выйдет, проснется, говорит, Лен, как у нас красиво. Я говорю, живи, дурешка, радуйся жизни. Не думай, как эти придут родственники твои водку хлебать и салаты кушать. Разве вот тебе надо, чтобы тебе сейчас салаты пришли кушать на поминках твоих? Они же про покойников не думают. Вот ты же посмотри, мы на поминках сколько были. Мы с тобой только выступаем, речи говорим, да? Все кушают, едят, как будто с голодного края. Вот мне это поражает на поминках. Люди жрать приходят, да? Я поэтому не хочу никаких поминок. Я хочу, чтобы ты жила. А если даже умрешь, я никакие поминки тебе не буду устраивать. Я в церковь пойду, поставлю свечи, помолюсь, Бога попрошу о хорошем месте тебе, чтобы Господь тебя взял под свое крыло, и чтобы ты в раю оказался, если ты умрешь. Понимаешь? А не чтобы они сидели там. Вот как вот отец умер, сколько зависти обреблись на похоронах, да? Как они злобствовали, что мы предприниматели, да, родственники, да? Как они мечтали, чтобы бизнес у нас рухнул, напились и потом стали говорить. Вот свекор мой сказал, хоть бы китайцы их рухнулись скорее, говорит, и посмотрим, как эти спекулянты, говорят, вот эти тархаши будут жить. Ну, про нас же, за нашим же столом. Поэтому, ребят, когда вы думаете о поминках, подумайте о своих живых детях, о внуках. Поживите в удовольствие себе, детям своим. Я своим детям сказала, умру, у меня в белую простынь, верните, и в могилку. Прямо вот свяжите ручки-ножки, как мумию египетскую, и нафиг туда, в землю. Все равно черви поедят. Оденьте нарядно. А что ж ты не заслужила домика себе? Домик, ну, домик, господи, избушку эту деревянную, подумаешь там, да, деревяшку эту, чтоб одели в эту деревяшку. Ну, это не страшно, в общем, в принципе. А ну, как пока лакированные гробы, у меня прям страшно. Он же должен разлагаться в земле, ну-ка, пока до него черви доберутся, он же там, бедный, протухнет в этом гробу. Правда? Надо простой гроб, который гниет, куда черви заползают. Они делают свою работу. Но не будем о плохом. Давай о хорошем. Какие черви, какие гробы. Блин, какая звезда, кинозвезда. Вообще, мам, я просто в восторге тебе. Ты умничка у меня. Умничка, звезда. Я тебе сейчас даже зонтик дам такой красивый. Смотри, как ты у меня сейчас станешь. Вот я тебе сейчас дам зонтик у меня. Видите, у меня какая красота здесь. Вот у меня тут зонтики такие стоят. Ну, ладно, я не могу вытащить их. Они сейчас упадут у меня. Это потом мы. Это сегодня уже все. Ой, нет, нет, красный я хочу. Ну-ка, подержи-ка сейчас. Сейчас. Сейчас я тебе открою зонтик. Вот. Вот такой красивый. Это зонтик. Ой, ребят. У меня такие зонты шикарные. Сейчас я вам покажу этот зонт. И мамуля моя станет под таким зонтом. Ой, звезда. Ну-ка, держи-ка зонт. О, какая ты у меня, мам. Яркая. Гляньте, какая звезда. Смотри-ка, лицо открой. А то лица твоего не видно. Лицо, лицо открой. Нет, ты не так стала. Ты закрыла, свет весь перекрыла. Вот как-то вот так встань. Вот, ну. Красный у тебя роза такая, и ты такая красивая. Вот она, мамуля моя. Вот. И повернись к свету. И вот иди туда к двери, чтобы они посмотрели на тебя. И чтобы им стыдно стало. Просто пишут завистники. Моя мама согнулась после падения. Идет, согнувшись идет. И слышим, идем по двору. Бабка одна, говорит, старческий такой голос. О, змея, говорит, согнулась. Вот таким голосом. Я только глядь на окно. Окно хлоп какой-то и закрылась. Понимаете? Это сколько злобы в человеке. За моей мамой наблюдала, видать, злобствовала. Что моя мама согнулась. Моя мама как согнулась, так и разогнется. А ваши речи вам на плечи. Правда, мам? Да. Да. Как бы сами не загнулись раньше времени. Правда? Вот. Звезда, сияй, радуй нас. Сама радуйся, украшай этот мир. Чтобы люди на тебя смотрели и хотели вот такой быть звездой. 83 года. Кто тебе скажет, что тебе 83 года? Мам, ты посмотри, какая ты звезда. Разве можно тебе 83 года дать? Вот она. Королева красоты. Вот она. Вот она. Монро. Вообще королева. Сейчас другую шляпу одену. Сейчас вот я сейчас другую шляпу еще одену. О, смотрите-ка, какая шляпа есть еще. Сейчас я тебе одену. И такую шляпу. Ой. Мам, ты вообще во всех нарядах хороша. Ну-ка, стой-ка вот так вот. Ой, звезда. Глянь, как ты хороша. Вот, ребятки, все, пойдем мы на улицу гулять. У нас вечереет вот так вот. У нас темнеет. Вот, гляньте-ка, как у нас на улице уже вечер у нас. Вот. И у нас красота дома. Я желаю всем такой красоты. Вот, украшайте своих мам при жизни. Не на могилы собирайте, не на памятники. А любите своих мам. Пусть у мамы у ваших будет косметика красивая. Вещи красивые, да? Правда? О, моя мама ходит в каких туфлях. Вот, у моей мамы вот такие туфли на каблуке. Видите, туфли. Мама моя модная. Она любит эти туфли. Вот, очень они красивые. Такие сексуальные туфли. Прям молодец, мам ты. Я прямо, я бы мечтала до 83-х дожить и вот такой, как ты быть. Красивой женщиной. Правда? Вот. Пусть завистники все сдохнут. Пусть они от нас отойдут. Собаки эти бешеные. Надоели они нам. И говорю, Филипп Киркоров говорит, вот кто мне плохо делает. Филипп Киркоров говорит, да? Тому потом плохо. Ребята, вот я вам хочу сказать, кто другим людям делает плохо. Кто людей обгаживает, да? Потом им самим плохо, правда? Вот. И как говорится, как моя мама согнулась, ребят, так и разогнется. Вот. Так что не обижайте людей других. Не говорите людям другим плохо. Я сказала, чтобы они сдохли. Пусть они живут и справляются лучше. Потому что никому хорошо не будет, если они придут туда, на тот свет. Как мой знакомый сказал, Лен, на том свете тоже хорошая. Хорошие нужны. Я говорю, Господи, почему хороших Господь забирает, да? Почему плохие там живут, допустим, люди, пьяницы там, которые мучают своих близких. А хорошие люди умирают, да? Вот как мой отец. Не пил, не курил. И хлопа вот умер. Врачи залечили. Неграмотное лечение хронического бронхита привело к таким печальным последствиям. К отеку легких. Вот. Понимаете? Накачали капельницами в больнице. Лечили по дурному. У него было сердечко, а они лечили его от легких. Сердечко у него было с левой стороны. Более сердечные были. Они начали от бронхита лечить. Положили его в отделение, да? Не в то. Его надо было в кардио класть. Они его положили не туда. И мы же доверяли врачам. Мы же понимали, врачи лечат. А врачи, бывает, ребятка лечат. Вот в первой городской больнице. Моего папу в 2002 году, молодого мужика, да? 64 года, красавец. Ни одного седого волоса не было у отца. Отправили на тот свет. Вот. Врач со скорой приехал, матом ругался. Говорит, какая же сволочь вас лечила, говорит. Отцу сказал. Помнишь, да? Врач молодой. У вас же, говорит, сердечная недостаточность. Все ваше сердце, говорит. Вам кардиолог нужен, а не терапевт, как они его лечили. Так что, ребят, радуйтесь своим родителям живым. Папочку мы не уберегли. Вот бережем мамочку. Ничего не даю делать. Мама говорит, Лен, я как девочка живу. Да? Ты говоришь. Вот, да? Ну, скажи что-нибудь, а то штука я говорю. А что я могу еще сказать? Хочется, чтобы все было в мире спокойное, тихо. Уважали друг друга. Любили. Ну, что я могу еще сказать? Даже я не знаю. Ты молодец, мам. Ты немногословно, но в точку. Как ты позвонила моему зятю, бывшему, мужу моему, бывшему? Что надо помогать детям своим в жизни, да? Да. Хоть они и выросли, да? Как ты красиво сказала? Ребенок хочет мясо, а мясо кусается. Да? Зятю сказала, что надо детям помогать, да? Зять считает, что дети выросли, и хватит, да? А вы с папой нам всю жизнь помогали. Поэтому мы как-то достигли хороших высот, и в общем-то, в принципе, и все замечательно у нас, да? И бизнесом мы совместно занимались, да? Были у нас разновластья какие-то в бизнесе с тобой, как у предпринимателей. Ну, я сейчас понимаю, что ты умная предпринимательница такая была, ты хотела развитие производства. Я хотела, получила прибыль, потратила, купила тряпочек, каблучков, всяких сапожек, туфелек, да? Бантиков, заколок, шляпок. А мама думала о будущем. Как бизнес будет развиваться, умница, да? Вот она, инженер-экономист. Вот она сидела, тетрадочку вела, расписала все, расходы, доходы. Помнишь, ты писала? Лена, надо понять, что мы имеем, что мы вкладываем, да? А я далека была от этого. Я вообще, я как Филипп Киркоров, я как Пугачева. Я некоммерческая такая натура. Вообще мы, мы некоммерческие. Вот я смотрю, овны, это вот люди творчества, искусства мы. А ты вот водолей, мудрый такой водолей, умница такая, да? Вдумчивая ты, да? Жизнь у тебя была тяжелая. Не была ты в роскоши, не жила, да? Вот правильно? И ты каждую копеечку ценила, да? Да. И не жадность это была, а вот строгая экономия, да? Надо же было ехать. Продала это. Что привезли, продали. А потом надо же еще ехать. Да. Мама, ты меня спрашивала, помнишь, где ты деньги будешь брать? Вот ты продала, положи денежку, не трогай. А я говорю, ой, мам, такие покрывала, мам, такие шторы. Мам, такие цветы я купила, да? И вот пойду вот такие цветы куплю. Вот зонтики вот такие куплю. Ну, романтик я такой. А это вот, вот такой практик, вот он. И вот, молодец. Вовремя меня дергивало за руку, да? О, молодец. В общем, мамуль, пойдем гулять, пока светло еще. Но ничего, мы такую фотосессию с тобой устроили, классную, да? Вот, все. Ты уже устала, по нем посидишь, я пойду оденусь, как раз я раздета еще стою. И смотрите, ребят, какая у нас красота, мамуль. Смотри-ка, Викочка мне принесла, одноклассница моя. Уже люди говорят, как у вас купить по почте. Ребят, подождите, мне только подарили. Я еще даже... На, подержите, я сфотографирую с цветочком. Становись вот сюда вот. Ну, остановись вот сюда. Я тебя сфотографирую на фоне красивом. Смотрите-ка, на-ка, держи-ка. На-ка, красоту. Держи горшочек. Вот, к лицу. Ой, как он тебе идет, мам. Ой, ты королева, мам. Мам, ты звезда, мам. Тебе так идут цветы. Ты вообще прелесть. Папочка, что я каждую зиму цветы на день рождения дарил, Витя, да? Каждую зиму, каждый февраль, 13 февраля у тебя стояли цветы, да? Умничка ты наша, куколка ты наша. О, красавочка эта, девочка эта. С ресничками красим. У меня мама совершенно тонко красится вообще, слегка-слегка. Вот природная красота. Ни стрелки не молюет, ничего. Вот такая звезда. Вот такая природная красота. И скромная очень, очень скромная, очень. И устала. Ну, посмотри сюда, улыбнись. Вот им всем. Пашни, привет людям. Хорошим людям доброго. Добра вам, всего доброго. Счастья, счастья, счастья вам всем. Всего хорошего. И скажешь, чтобы они тебя не судили. Скажешь, чтобы они судили, чтобы совесть поимели, правда? Они со временем все это пройдет. У них злоба эта, да? Да. Ага, молодец, умничка. Все пройдет. Ага. Образумится? Они образумятся, да. Поймут, что... Смотрите, они же и возле этого... Убрались... Возле подъезда? Возле подъезда, да. Я подъезд убираю мою, да? Да. Скажи им, да? Убираем. Возле подъезда... Люди думают, что нам деньги платят. Ничего не платят нам, правда, мам? Красота. Да. Скажи им, что нам ничего не платят за то, что мы вот на улице такой порядок навели, да? Да. Мы просто такие с тобой, да? Мы любим украшать мир, правда? Вот. Все. В общем, я отпускаю тебя. Фотомодель. Фотомодель устала. Устала, Лиля, вот. Вот, вот, мамуля моя. Так, давай-ка. Отдыхай. Нравится тебе эта шляпа больше, да? Ты эту хочешь одеть. Ты эту хочешь, да? Эта больше нравится? Мам, эта тебе больше шляпа нравится? Май, тебе эта шляпа больше нравится, которую ты сейчас одела? Это я хотела померить просто. Померить. Ну, на, вот померила ты. Ну, как-то с красным цветком красивее тебе. Не надо волосы шикарные не убирать. Вот все время ты их убираешь. Господи, такие волосы красивые. Не надо их убирать. Не, мам, вот эта шляпа тебе красивее. А смотри-ка, да, еще какая шляпа. Давай-ка тебе еще. Ой, ты звезда. Глянь-ка, какая ты красивая. Ух ты, какая в зеленой шляпе. Ты смотри. А сейчас еще я тебе шляпу померю. Ну-ка, подожди. Сейчас я тебе померю. У нас шляпы еще есть. О, какая шляпа. Ну-ка, дай-ка я на тебя посмотрю. Ну-ка, нет, это красная. Нет. Сейчас мы вот тебе оденем шляпу. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Смотри-ка на меня. Ох, какая. Не, тебе вот большие шляпы королевские идут. Королевская шляпа тебе. Ну-ка, вот эту померим сейчас. Ну-ка, вот такую фиолетовую. Не, вот эта шляпа королевская. Вот эта. Вот эта. Эта шляпа как у Монро. Ты вообще кинозвезда в ней. Вот она. И пойдем на улицу в ней пойдешь. Хороша ты, модель. Так, все, девушка моя. Пойдем-ка я тебя отпускаю. Жди своего выхода. Сейчас я соберусь. И мы с тобой пойдем, да? Устала, бедненькая. Устала ты идешь, еле живая, я смотрю, да? Ладно, мам, ты меня прости уже. Все, давай, иди топай сюда. Иди в зал, заходи. Да, давай. Иди, давай. Ручку давай сюда. Вот. Садись, отдохни. Все, давай, садись. Садись, посиди. Садись-ка. Садись, 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 садись. Опа. Все. Все. Ой, фотомодель устала. Давай, все, пока. Говори, давай, всем пока. Вот. Все, сейчас мы собираемся на улицу. Продолжение следует. Продолжение следует...